Добрый день! Значит, этой зимой, когда был мороз, 20-25 градусов, не ездил на дачу, потом через 2-3 недели приехал, запустил котёл, не без проблем, но он запустился. И у меня там 4 ветки, и в одна ветка она не стала греть. И там у меня проложены к ней трубы под полом, и труба проложена из-за того, что нужно её было крепить, чтобы она просто не висела, она вот имеет такую искривлённую форму. Вот здесь она красным цветом изображена. Правильное расположение трубы вот такое вот, зелёное, то есть когда у неё вот именно такая форма. При форме, изображённой выше красным, сейчас я покажу вам, здесь у нас может образовываться в определённом месте, вот обычно в самом высоком месте локальном, завоздушивание. И вот этот воздух, к сожалению, насос котла не может протолкнуть, даже я пытался на третьей скорости, перекрывал другие ветки, направлял как бы всё в неё, нет, ничего не проталкивает. Вот здесь устойчивая воздушная пробка. Возможно, она образовалась из-за того, что был небольшой у меня подсос, у меня фитинги отжимные, и в сильный мороз немножко стравливался теплоноситель, этиленгликоль, который очень текучий, и немножко засасывался воздух. И, видимо, здесь, когда я запускал, пузырёк застрял здесь и, к сожалению, не проходил теплоноситель к батарее. Как я это исправил? Я просто опустил вот эту высокую часть трубу, выпрямил её максимально, сделал так, чтобы она не имела локальных таких вот максимумов, в которых бы скапливался воздух. И потихонечку воздух, пузырьки сюда ушли, либо к батарее, тут можно, я их немножко стравил из крана Маевского, ну и главное, в котёл там встроенный уже есть воздухоотводчик. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, единственное здесь, конечно, проблема была в том, что пришлось залезть в холодный подвал. Ну, у меня там, слава богу, был свет, и крепления у меня были такие на пластиковых штучках, которые легко отстёгиваются. Спасибо за внимание.